Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я, Александр Петров. Знаете, какой самый главный вопрос меня спрашивают? Правильно. Когда откроются границы и когда можно будет въехать в страну? И это как-то связывается с локдаунами, с закрытием наших передвижений. И это не совсем одно и то же. Поэтому здесь, в принципе, ответ идет сразу на несколько вопросов. Что касается отношения к своим собственным гражданам, и это такой очень неприятный звоночек для вас, потому что вы часто заявляете, что вы хотите ехать ради свободы и так далее, а не ради колбасы. Если ради колбасы, вы правильно сделали, колбаса здесь будет, ну и все остальное. Что касается гражданских свобод, наша страшненькая премьер, страшненькая, но уже не только на лицо, она заявила, что цель нашей политики, политики нашего государства и политики правительства штата это 80-ти, как минимум, процентная вакцинация населения. это означает только в том числе и только то, что вакцинация будет насильственная, обязательная. Против этого выступают некоторые партии и во всех партиях отдельные члены парламента, отдельные члены, но как говорил Алексей Жемчужников, я знаю, есть лица, душа в них живая, но что единицы для целого края, это единицы, основная масса это хитрые люди, которые получают денежки от народа и знают, что получают они не из рук народа, а из рук власти, и соответственно этой власти и надо служить, власти, которая над властью. Так, это говорит о том, что как минимум до достижения этого цели, до достижения этой цели пройдет ну как минимум год, то есть просто достижение 80-процентной отметки не 60-70-50, а именно 80% где-то пройдет до конца 22-го года. Но это еще не все. Гладис Бирджиклян, ну остальные в принципе то же самое делают, заявляют, что закрытие нас, локдауны, будут продолжаться и после того, как будет достигнута 80-процентная планка. Что это означает? Это означает, что открытие границ для иностранцев будет отложено на еще большее, боюсь, что и открытие границ для нас, граждан Австралии. В принципе, тоже. Я понимаю, что может произойти смена власти за счет того, что либеральная партия и в штате, и тем более на федеральном уровне проиграет выборы. А вы уверены, что вообще выборы состоятся? При форс-мажорных обстоятельствах выборы могут и не состояться. И тут остается уповать только на нашу королеву, потому что генерал-губернатор такого премьер-министра может сместить. Но это если все-таки будет достаточная оппозиция, а если ее не будет, не стану смещать лидеров страны, которые пользуются поддержкой парламента и не народа. Хотя народ тоже черт его знает. Народ можно задурить, народ можно испугать. Вот, соответственно, кто знает. Поэтому я бы, судя потому, что болтают злые языки, что чуть ли не до середины 25-го года будет перезагрузка экономики, политики и всего остального в мире. Если это так, ну вот вам и ответ на вопрос. Что касается вообще эмиграции, она никогда не останавливалась. Но эмигрировать могут те люди, которые действительно нужны стране. Если у вас есть хороший, солидный, известный в Австралии работодатель, это не проблема. Ксюша мне говорила о том, что человека берут он айтишник. В принципе, другие ребята говорили, инженерные специальности. Просто надо иметь работодателя, и этот работодатель должен быть, грубо говоря, не фуфло. Он настоящий работодатель. Соответственно, вот вам еще подсказка, как сюда эмигрировать. Найдете ли вы работодателя, и сможете ли вы на него поработать, находясь за пределами вот этого вопроса. Опять-таки, если вы этого не можете сделать, значит, вы хреновенький специалист. Будут пускать наверняка студентов на докторские. Но на эти достаточно нелегко, по крайней мере, под тем темпом вашей подготовки, который я сейчас вижу, достаточно нелегко будет вам выйти на этот уровень, и достигнуть его смогут, наверное, только те люди, которые являются уже сейчас аспирантами или кандидатами наук. Ну, наверное, выше докторами. И те люди, которые в действительности зарекомендовали себя, как и нужные специалисты, за которых может поручиться, если не работодатель, как в первом случае, ну, а организация. Ну, допустим, компьютерное автообщество или объединение наших бухгалтеров и так далее. Соответственно, эти люди приезжают и сейчас, и они будут приезжать без остановки. Никогда не поддавайтесь на провокации с подтверждением каких-то специальностей, которые сейчас сплошь и рядом вижу. Подтверждение специальности вообще ничего вам не дает, потому что начинать надо в конце. Надо вообще постараться трудоустроиться. Если вы трудоустроены, если вы работаете на австралийскую организацию, то здесь два варианта. Либо эта организация попросит вас в кратчайший срок подтвердить свою квалификацию через соответствующую подтверждающую организацию в Австралии, тогда вы это делаете. Либо вы уже по факту работаете и подтверждаете свою квалификацию, чтобы у вас было больше возможностей для будущей эмиграции. Только в этом случае. Вы можете подтвердить квалификацию садовника. Что вам это даст, если вы находитесь в Омске. Вы можете подтвердить свою специальность как строитель, инженер-строитель. но если вам 42 года вы никогда не наберете нужного балла для эмиграции. У вас нет шанса. Есть еще возможность, если вы совершенно легально зарабатываете более 160 человек в год до налога. Объясните мне, вы реально будете стремиться в Австралию если у вас есть зарплата в 170 тысяч. Я крайне редко видел таких людей. Крайне редко. В принципе в этом случае вы можете рассчитывать на эмиграцию. Опять таки вам очень хорошо надо выбрать эмиграционного агента и выбрать оценить ваши возможности эмиграционные. Потому что подтверждение квалификации большие деньги. Подтверждение квалификации вы знаете у меня есть подозрение что подтверждающие организации все-таки делятся информацией с департаментом миграции вы перестаете быть подпадать под критерий genie and student поэтому тоже надо быть повнимательнее. Из всего из этого исходя я поопасался бы давать дату уверенного въезда сюда по каким-то обычным студенческим визам по туристическим обычным визам кроме может быть карты опек и то еще вопросы по таким простым визам до середины 25-го года вы можете покрутить пальцем в висках но опять-таки вспомните самое начало кризиса когда я вам говорил что может затянуться явно больше полутора лет многие тоже крутили пальцем в висках прошло полтора года даже не ожидаем хоть какого-то открытия границ в течение следующего года года вперед до конца 22-го года ребята задумайтесь это не значит что надо бросить идею миграции в Австралию безусловно Австралия привлекательна но это значит что надо во-первых серьезно готовиться сейчас время есть вам необходимо изыскать возможности приехать по 858 визе или сделать докторскую себе и тогда приехать на эту докторскую учиться в аспирантуру в Австралию докторантуру как ее иногда называют здесь либо может быть выбрать вариант какой-то типа Канады почему нет ну по крайней мере в будущем из Канады будет легче эмигрировать в Австралию чем из России Украины Беларусь Казахстан Узбекистан и так далее так что дорогие друзья самый оптимистичный прогноз это не ранее конца 22-го года к сожалению сейчас это так то есть если только народ начнет возмущаться и если только в мае он вынесет либеральное правительство ногами вперед из парламента и короче говоря если все будет складываться как нам бы хотелось при этом параде планет мы можем надеяться может быть на конец 22-го года если нет то я даже бы сказать что худший вариант может даже еще и не худший вариант то это середина 25-го года так что жизнь продолжается конечно но такие вот жесткие реалии так что вот это все что это Продолжение следует...